Лежим, отдыхаем. Приехали домой, я приняла душик, перекусили. Мило, что он доделал все, что нужно было, звонки и все остальное. Чуть-чуть темно. Стабилизацию на камере включаешь, когда-то очень темно. В общем, доделал свои звонки, договорился по поводу кое-каких ремонтных работ. В доме это уже на конец сентября месяца, потому что очередь большая к мастеру. Милош, как говорится, уговорил его, чтобы сделать во второй половине сентября, а не в октябре. Изначально он сказал Милошу, что в октябре только может приехать. Ну, слава богу, что Милош умеет договариваться с людьми. Там просто на втором этаже, я не знаю, как правильно это называется, Сберник воды называется. Это такая небольшая емкость, ну, как бочечка или как-то так она выглядит. И вот она со временем проржавела, и там такие как дырочки, из которых вода протекает. Боня убежал. Так вот, что я там хотела сказать. Ну, и так как в конце сентября, скорее всего, что нужно, уже будет устраивать отопительный сезон. Начинать, как бы, затапливать печь, проверять, все ли нормально, чистку, я не знаю, чистка нам нужна будет или нет. В общем, боимся, что мы можем затопить печь, пойдет вода, естественно, вода нагревается, там все расширяется, сужается. Все это физика, как говорится, физика и химия. Вот, боимся, чтобы этот Сберник у нас не треснул полностью. Потому что, если, не дай бог, он треснет, то затопит, естественно, ванную комнату полностью, а там и коридор. А поскольку это второй этаж, то все это протечет сюда. И у нас уже был поток. Кто смотрит мои видео, те в курсе, что на втором этаже был поток. И за счет этого в коридоре, в этой комнате, которая сейчас стала нашей спальней, плюс еще в той комнате, в которой мы не сделали ремонт, надо было сделать, потолок был в потеках. Тут вот те люстры. Люстру, кстати, мы будем это со временем менять. Ну, попозже, это знаете, уже на самый последний момент, когда уже все будет сделано, так как положено в доме, то тогда можно подумать о люстре сейчас, пока как бы не заморачиваемся по этому поводу. Что здесь полностью шпаклевали, штукатурили заново, штукатурила я и шпаклевала заново, красила полностью, потому что здесь были такие огромные потелки на потолке, особенно около люстры. И с этой люстры текла вот так вот вода. Это, конечно, ужас какой был. Честно, врагу такое не пожелаешь. Вот, а я сейчас сижу, жду, когда приедет мужчина. Это по поводу канализации, такого всего. Обещал где-то в 5 или в 6 часов вечера. Кстати, сколько сейчас время? Уже 18.02. Ну, я думаю, с минутой на минуту уже приедет. И когда он все сделает, все, что необходимо, то я смогу пойти обновить себе педикюрчик, потому что ногти по отрастали, и я хочу поменять уже цвет, уже поднадоело мне. Хочу обновить себе педикюр, сделать другой. Такие огромные когти просто, все по отрастало. В общем, надо исправить это все дело. Потому что вчера у меня не хватило, как бы, желания и сил на то, чтобы сделать и маникюр, и педикюр. Вчера я только сделала маникюр. А еще из-за того, что у нас сегодня очень душно и жарко, то я не пойду сегодня разбирать гору ту, потому что реально... Ну, я вчера по жарюке там выкапывала, выкопала два дерева. Ну, это уже не деревья были, а пни. И честно, ребята, я так устала вчера. Я пришла домой, у меня в висках пуль стучит. Ну, просто перегрелась. Поэтому я сегодня не хочу идти. Ну, раз такая погода душная, зачем, как говорится, насильно себя заставлять делать то, из-за чего мне потом будет плохо. Единственное, что я хочу сделать, это полить цветы. Очень душно. Уже петуни начинают сохнуть потихоньку. Лето, конечно, очень быстро пролетает. Смотрите, видите, я их уже чистила, здесь подстригала внутри. Но я смотрю, что они уже, как говорится, свое отжили. Потихонечку начинают уже высыхать. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Траву надо косить. Я вам сейчас покажу, на каком этапе я здесь. Вот выкопала вчера один такой вот пень. Вот этот мне надо будет подкопать, чтобы потом его удобно было выкопать. Вот этот я пока не буду выкапывать, пусть он будет. Ну, в общем, не знаю, будет ли вам видно что-то, какой-то результат. Нет, но я, честно говоря, результат вижу. Вот эти камни я их потом попереношу. Я все туда складываю, в конец. Здесь, видите, подоставала. Тут такие какие-то непонятные столбики лежали. В землю вкопанные вот здесь, вот с этой стороны. И вот вчера я выкапывала полностью вот здесь, вот все. Такую траншейку прокопала. Все повыкапывала. Здесь, смотрите, сколько у меня корней, пней. Это, конечно, очень тяжело. Но никуда от этого не денешься. Это надо делать. Надо наводить порядок. С вот этим деревом я мучаюсь, мучаюсь, все никак не могу его выкопать. Оно такое, фух, мощное, скажем. Тоже вышел на улицу. Очень много корней. Очень тяжело его выкапывать. Я уже третий день его подкапываю, подкапываю по чуть-чуть. То с той стороны, то с той стороны, то с той стороны. Корень очень глубоко. Это я уже, по-моему, говорила, что я его оставлю. Я его вот так вот подстригла. Сейчас оно, конечно, не очень может выглядеть. Но со временем оно так зарастет, как то около дома. И будет красиво, пышненько. Здесь максимально все, что могла, все повыкапывала. Здесь уже вот вчера подкопала чуть-чуть. Не знаю, захочется ли мне сегодня что-то делать. Но чувствую, что нет. Вот эти еще более-менее выкапываются. Это какие-то кусты были. Вот еще одно здесь будет, такой же куст. А вот здесь будет самое ужасное. Потому что это вот эта вот роза плетущаяся. Никому не советую ее сажать у себя во дворе. Потому что это просто ужасно. Она похожая на шиповник. Ужасно колючая. Я с ней боролась два года. Срезала, потому что она такая высоченная была. Вот такая где-то прям аж весь этот забор закрывала. Мало того, что ее срезать было тяжело, так ее, извините меня, и выкопать очень тяжело. И здесь вот это все у меня здесь корни розы. Я старалась максимально ее подрезать прямо аж под, скажите, ну под основание. Вот она, видите, уже молодняк гонит. Это все надо выкапывать. Короче, работы, непочатый край. Но сегодня я точно не буду, потому что я что-то так перегрелась. И поехали мы, пока в машине, и то, 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 сё. Не хочу. Сегодня сделаю передышку. Смотрите, сколько камней. Боже мой. Что-то земля, непонятно, что с ней делать. Она вся брияном поросшая. Боже мой. Сколько работы, сколько работы. Вот это все надо пересадить. Вот эти кусты, по идее, они у нас будут пересажены туда, под заборы. Если, конечно, примутся. Если не примутся, выкинем, значит, их. Это все тоже будет выкапываться. Все эти столбы, как это будет делаться, не знаю. Получится ли это вручную. В чем я очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, что придется вызывать какой-то трактор, который ковшом будет выкапывать эти столбы. Потому что эти столбы, они вот так вот полностью по всему периметру идут аж туда. Вот видите? Вот эти столбы. А вот эти кусты, этот зеленый заборчик, я его не подстригаю, не формирую, по той причине, что я их буду выкапывать осенью и пересаживать туда дальше. В общем, вот так вот, ребятушки, вот так вот мы и живем. Все. Пойду полью цветы. И на этом я сегодня с вами прощаюсь. Потом пойду делать себе педикюрчик. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Ребятушки, не скупитесь. Ставьте, пожалуйста, мне лайки, если вам нравятся видео. Если они вам, естественно, интересны. Понятное дело, если они вам не интересны, то зачем и лайки ставить. Ой, красавец. Вышел погулять. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой канал, потому что я все же питаю надежду на то, что когда-нибудь у меня будет тысяча подписчиков, как минимум тысяча, я смогу вести прямые трансляции, я смогу развивать совершенно по-другому свой ютуб. И мне хочется, чтобы мое хобби переросло во что-то большее, чем просто хобби. Все, всех люблю, целую. До новых встреч на моем канале. Папузячки. Господи, приехал мужчина на тракторе, тоже бегает, кричит. Да ты перепуганный. Ты чего волнуешься? Чего кричишь? Чего кричишь? А ты как думал? Ты как думал? Это ж тебе не маленькие машинки, а большой трактор. Он так шумит. Ты еще подожди. Сейчас еще, если найдем, кто будет нам поле вспахивать, то то, что тут будет постоянно так во дворе у нас шумно. Привыкай. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир. А ты любознательный, прям сюда вышел, да? Умбарсик тихонечко сидит на окошке. А тоже любознательный. Боится, но вышел. Продолжение следует. Продолжение следует...